Всем привет, это канал Классическое Бритье, Классическое Бритье Фолы. Сегодня у нас небольшой обзорчик на Яки Экскалибр и новиночку от Феномено. Называется мыло для бритья Адикалу. Будет интересно, подписывайтесь на канал, ставьте нравится, обязательно пишите комментарии, начиная рассказывать про сегодняшних участников. Не переключайтесь! Наконец-то дошли мы до новиночки от Феномена, Адикалун. Что же за аромат у этого было? Это апельсин, лимон, бергамонт, нироли, лаванда, листья розмарина, мелисса, корневище и риса. Это классический Адикалунный аромат, как 4711, я так понял. Оно здесь из баночки пахнет цитрусами и мыльной основой, и что-то, знаете, такое аромат свежее от штукатуренной стены. И будто бы она покрыта каким-то вот этим раствором, и очень пахнет такой штукатуркой сырой. Аромат приятный, не отторгающий. Это, кстати, формула Авраам. Сейчас где-то вы здесь или здесь видите составы, всякие ароматы и прочие интересную историю от Вячеслава. Кстати, Вячеславу привет. И спасибо за то, что вообще он придумал вот эту вот формулу Авраам, потому что, на мой взгляд, она у него сейчас, наверное, самая лучшая. Я не хочу сказать, что и другие плохие формулы, но это, на мой взгляд, это сейчас просто вершина. Это, как утверждает история, очень такой древнейший аромат, вот этот одеколон, да и вообще одеколон это такая древняя тема. Раньше мы исцеляли гнойные раны. Также вот тут, ну и Наполеон брал с собой в походы вот эту 4711 воду и мог за раз очень много флаконов истребить. По поводу мыла, мыло очень мне нравится, здесь оно мыло мягкое, его можно пальцем забрать, на дно чаши все это дело погрузить, взбить и все будет хорошо, пена будет отличная. Здесь у меня очень много новинок, но у всех формула одинаковая в Авраам, а вот отдушки разные. Также уже был у меня на обзоре, вот захотелось сегодня что-то такого одеколонового и свежего, хоть и на улице прохладное, это 4711, куплено на Озон, все прекрасно знаете этот одеколон, знаете все его плюсы и минусы, ну или для кого-то это плюсы, для кого-то минусы. Мне очень нравится этот одеколон и, на мой взгляд, он очень похож на лосьон, потому что очень хорошо ухаживает за моей кожей, либо я постоянно использую какие-то средства для бритья и либо они хорошо ухаживали. Ну, сегодня посмотрим. Ну и переходим к основным участникам, это Яки Экскалибр, SE станок, купил на Озоне, кстати, у Яков появилась своя страничка на Озоне, ищите, смотрите, очень много помазков, станков там, даже скатлые чаши и лезвие Feather Professional Blade. Скажу сразу, я уже использовал данный станок, то у меня будет второе использование лезвия, заодно и посмотрим, сколько лезвий, сколько лезвий раз выдержит. Говорят, ноги 4-5, кто-то брился 15 раз. Нашел я этот станок по наводке Алексея Попова, также выводы свои мне рассказал Aero Sunrise, им привет. Это, кстати, я все в ВКонтакте нашел. И постепенно я бы, конечно, себе хотел бы приобрести уже подороже Razer Oak V3 с открытой гребенкой. Очень хочется сказать, скажу сразу, этот станок на каждый день. Для короткой щетины он идеально подходит, чтобы бриться каждый день. Станок мягкий. Если сравнить с каким-нибудь обычным станком, то это, наверное, 89-я, но немножко побольше, знаете, острота и агрессивность. Еще что из приятного, то, что после вот этих вот лезвий с ЕКО, которые у меня не было ни раздражений, ни порезов. Но единственное то, что приходится возить по одному месту много раз. Вот все, что я заметил. По конструктиву здесь все хорошо, но резьба, я так понял, алюминиевая, может быть, быстро слижется. И пины, вот эти вот так называемые держатели лезвия, я бы, конечно, их сделал немножко пошире, потому что лезвие ходит, но это никак не мешает бритью. Так, в принципе, станок хороший, за свои деньги там 1300 рублей вроде бы я потратил. Ну и лезвия, конечно, дорогие, но сразу скажу, что денег таких эти лезвия стоят тоже 1200 рублей и тоже все куплено на Озоне. Станок мне очень понравился, ручка здесь тяжеленькая, голова нет. По поводу сплавы какие тут еще сделаны, я этой информацией не владею. Если что-то найду, обязательно вставлю там где-нибудь текстом, напишу, что за сплавы и прочее. Если не найду, то так уж и быть. Ну, в принципе, своих денег этот станок стоит. В целом, я буду взбивать чаши, показывать вам не буду. Вот такими предметами Омега у меня и чаша Мужской Мир. Участники представлены, начинаю непосредственно бритье, не переключайтесь, погнали, будет очень интересно. И заодно узнаем, как справится ли наш сегодняшний СЕ-станок с 6-7 дневной щетиной. СЕ-станок с 6-7 дневной щетиной. СЕ-станок с 7-800-8G-345-341. СЕ-станок с 7-800-9G-335-341. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...